На заседании оперативного штаба по коронавирусу принято решение с 5 марта снять пост эпид контроля в аэропорту Наринмара. Теперь прибывающим в округ из других регионов не нужно предоставлять справку о ПЦР-тестировании об отсутствии заболевания COVID-19. В то же время окружным работодателям рекомендовано допускать на работу сотрудников, вернувшихся из других регионов при условии наличия справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Это может быть как тест ПЦР, так и справка на антитела, либо сертификат о законченной вакцинации. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, в данном случае работодатели могут за счет средств собственного бюджета оплатить тестирование и учесть его в налоговых расходах. Также в ходе заседания штаба было принято решение об отмене самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, разрешено проводить культурные мероприятия с наполняемостью залов до 50%. При этом необходимо соблюдать масочный режим. В ходе штаба было согласовано проведение 14 марта двух мероприятий. Народное гуляние «Широкая масленица» на площади Марацей и «Прощай зимушка-зима» на площади в поселке Искателей. По состоянию на 9 марта прививку от коронавируса в Ненецком автономном округе сделали около 2500 человек. Такие данные приводит Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Как сообщили в профильном ведомстве, в регионе введется активная вакцинация жителей сел. Сделать прививку от коронавируса могут все желающие жители Ненецкого автономного округа в возрасте от 18 лет и старше, не имеющие противопоказаний. Отметим, что проведение дополнительных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется. Исследование необходимо только тем гражданам, у которых новая коронавирусная инфекция была подтверждена и кто получил соответствующее лечение, а после решил вакцинироваться. Как сообщили в профильном ведомстве, остальным гражданам специально обследоваться на антицела нет необходимости. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Ринмаре поселка Искатели можно на портале госуслуг по единому номеру горячей линии 122, а также своей медорганизации. Вакцинация жителей сельских населенных пунктов осуществляется по заявке местных медиков, которые формируются, исходя из запроса населения. 6 марта на площади Маратсей в Наринмаре дали старт эстафете Добрых дел, которая пройдет во всех муниципалитетах региона в рамках Года Добрых дел, объявленного губернатором Нинецкого автономного округа. Мероприятие началось с открытия ледовой скульптуры «Добро нау». Ее созданием занимались мастера Николай Вылка из поселка Красный и Виктор Вылка из Наринмара. На скульптуре изображены олень, чум и эмблема Года Добрых дел в виде солнечного диска и фигур людей в Нинецкой национальной одежде с поднятыми вверх руками, которые запускают в небо птиц. Это символизирует объединение людей на добрые дела и поступки. Эмблема была создана в рамках окружного конкурса, объявлена региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. На конкурс поступило более 50 работ как от жителей округа, так и других регионов. Победителем стала Дарина Толеева, студентка Наринмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского. Кульминацией праздника стала передача эстафеты добрых дел телесочному сельсовету. Статуэтку, символизирующую эстафету, из рук губернатора получил глава муниципального образования Дмитрий Якубович. По задумке организаторов, в каждом муниципалитете, который примет эстафету, в течение нескольких недель будут проходить мероприятия, посвященные Году Добрых дел. В Ненецком автономном округе продолжается прием заявок на участие в соревнованиях по снегоходному кроссу на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова. Гонги пройдут в субботу, 20 марта, на Качгартинской Курье. Участники будут соревноваться в двух номинациях. В классе «Свободный» мужчины старше 18 лет. Победителем станет тот, кто покажет лучшее время в заезде. В классе «Буран» будут соревноваться мужчины с 18 до 55 лет и женщины с 18 лет, а также ветераны – мужчины 55 лет и старше. Победит тот, кто первым пересечет линию финиша. Победители и призеры будут определены во всех группах. Заявки принимаются в сканированном виде на адрес электронной почты, который вы сейчас видите на своих экранах, а также и на бумажном носителе по адресу. Город Наринмар, улица Ваучейского, дом 30, здание «Децледер» в рабочие дни с 9 часов до 18 часов. Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона 4-39-01. Регламент соревнований и шаблон заявки опубликованы также в группе детско-юношеского центра «Лидер» в социальной сети ВКонтакте. Нинецкий автономный округ получит дополнительное финансирование на строительство автодороги Наринмар-Усинск. Из федерального центра планируется направить 5,5 миллиардов рублей на продолжение строительства объекта. Дорога Наринмар-Усинск строится в рамках федерального проекта «Региональная местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта, за счет дополнительного финансирования будут обеспечены действующие контракты по строительству автомобильной дороги Наринмар-Усинск. В 2021 году планируется завершить строительство первого участка и продолжить строительство второго участка. Кроме того, планируется начать строительство нулевого участка с мостом через реку Шапкино. На 2022 год запланировано окончание строительства второго участка и продолжение работ на нулевом участке. Министерство экономического развития России предложило информировать самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал Госуслуг. Минэкономразвитие России внесло в правительство проект распоряжения, расширяющий перечень услуг, которые должны быть доступны для получения посредством единого портала государственных и муниципальных услуг. Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставление гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка. Выписок из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций. Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти. Госдума приняла поправку в Налоговый кодекс РФ, которая дает возможность предпринимателям перейти с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения до 31 марта 2021 года. Согласно принятому закону, организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом квартале 2020 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и отвечающие установленным требованиям, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2021 года. Как сообщалось ранее, с 1 января этого года была отменена система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Отмечается, что новый инструмент поможет прогнозировать риски подорожания значимой продукции, наладить системный анализ ситуации на рынке и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен. Как указывают в правительстве, ввести мониторинг и оценивать динамику цен в России будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и ФАС. В Кабмине уточнили, что при обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, который заметно превышает инфляцию или рисков существенного подорожания, информацию будут отправлять в министерство и ведомства, которые затем представят в правительство предложение по возможным мерам реагирования. Аптечные пункты Нинейского автономного округа переходят на систему маркировки лекарственных средств. Это необходимо для регистрации и обеспечения контроля качества лекарственных препаратов, поставляемых в аптечные пункты для розничной продажи и отпуска по льготным рецептам. Обязанность по маркировке лекарственных препаратов распространяется на все лекарства и всех участников оборота. В связи с этим до конца марта все аптечные пункты в селах будут оснащены техническим оборудованием, необходимым для внедрения данной системы. Как сообщили в профильном ведомстве, внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки, кодификации и идентификацией упаковок лекарственных средств проводится в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных средств, находящихся в обращении и борьбы с их фальсификацией. Редактор субтитров А.Семкин